так друзья привет я с таким шухим собираюсь помыть голову и тут в интернете в общем какой-то видела короткий ролик как освежить свои убитые волосы и вот я решила попробовать этот лайфхак значит у меня есть такая маска который я очень редко пользуюсь но мне надо бить вот и там была такая идея что где-то за полчаса до мытья головы нужно нанести эту маску на сухие волосы прядями значит отступая где-то одну треть от головы то есть берем вот порядку да и где-то допустим как раз вот каком они у меня отросли то есть отступаю седые корни и вот эти кончики которые крашены их на них на нашу собственно маску и вот так вот прядями всю голову потом оставляю где-то на полчаса и уже иду в душ вот мою голову как обычно да и после этого эту же маску уже после того как вылезла из душа эту маску наношу на голову минут на пять то есть на полностью полностью на все волосы минут на пять под шапочку можно можно без шапочки и потом смываю и типа волосы просто шикардосные вот так что давайте попробуем они у меня опять выиграли на этой жаре просто такие сухие какие-то вот как я не знаю что как ёршик для унитаза вот поэтому давайте попробуем этот лайфхак я начну наносить и потом уже без вас наверно потому что неудобно смотрите туда и сюда эти они как бы живут своей жизнью наносить нужно прям я так поняла жирно вообще жирно порядками мне на самом деле было проще нанести на полностью на все волосы вот они на только хвостики но интересно проверить такой вот лайфхак в общем вот так вот порядку за пряткой наношу только на нижнюю часть волосы короткие поэтому удобно видеть и папа длине было бы на и на удобную хочется как-то побыстрее шкурить процесс в общем вот в таком духе продолжаем полностью всю голову намазывать маской так друзья в итоге что хочу сказать у меня уже волосы высохли лайфхак рабочий но не на сто процентов то есть то что я видела в видео наверное все таки постановка волосы стали мягче более гладкие более такие как сказать более шелковистый что ли вот объем не ушел вот это вот то что торчит вверх она всегда торчит вверх а то никак никуда не ушло хотя в принципе мне нравится то есть я никогда не хотела прилизанные волосы вот но конечно не такой эффект как на видео вот но я вам скажу так что наверное если делать часто то есть не там один раз вот сделал и все не понравилось и больше не делаешь а допустим там два раза в неделю один раз в неделю два три раз в неделю ну короче когда есть возможность именно когда моешь голову с на маской вот именно маску таким способом наносить то есть ввести это именно в систему именно таким способом наносить ее то наверное да будет супер эффект конечно не с первого раза но то что волосы другие я чувствую кончики еще такие суховатые но вот в середине они прям другие я имею ввиду если взять вот полностью длину волоса то скажем так вот середина прям классный эффект вот кончики сухие и у основания но это наверное как-то другим способом достигается вот в общем я попробую еще на неделе сделать как бы делать поделать это дело ну скажем там два раза в неделю например заодно маска израсходуется потому что у меня масок еще примерно четыре или пять банок таких разных вот в общем ну и каждая из них начатая просто незаконченная вот в общем я думаю что лайфхак рабочий просто не за один раз а то что показывают в интернете якобы один раз нанесла маску и потом такие супер шелковистые волосы но это какое-то постанова вот так что в общем буду делать попробую может быть станут волосы лучше потому что они вот особенно после жары и после солнца они становятся прям как солома и то кто тут растянулся ммм Исюня кто растянул тут подмышки свои мохнатые мыши мыши И не убит когда лапки трогают и так друзья всем привет давно я так вот живенько не входила в кадр во-первых я хочу похвастать мой спящий замякулькас дал новый росточек горшок я его сажала по-моему где-то то ли в январе то ли феврале где-то так вот и он наконец-то мне дал росточек поливая его где-то раз в месяц ну то есть польем вода сходит я оставляю часа на два если он ее не впитал то я лишнее выливаю вот и наконец-то у него маленький листик из картофелин я думаю что там отросток потому что там было всего одна картофель на вот с этой сухой сухой палочкой и от этой картофельной был только один листик который сидел 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 ничего не делал не не наращивал новые листики не вот был только один лист и откуда-то сбоку пошел новый росточек я думаю что основная вот эту картофель надала дополнительный прирост вот так что в общем вот такой у меня радость вот еще но я показывала у меня другой змеокулькас это мне свекровь дала он немножко отличается у него более вытянутые листики и расположены более часто вот он дал корешки я его ставила в воду где-то 7 8 января и в горшочек я посадила ровно спустя 6 месяцев и две недели вот он дал картофелинку я посадила поливаю я где-то раз ну раз в месяц то есть где-то в первых числах месяца вот но так смотрю в принципе по вот сейчас например жара стоит я их уже поливала а вот этот маленький у него прям сухая земля то есть я могу еще раз полить но не часто потому что они это не любят так мы с вами возвращаемся к списку тысячи вещей минус из моей жизни и я тут нашла никотинку точнее она у меня была в упаковке другой и она треснула я нашла просто флакон из-под краски туда перелила она мне ничего не делает видимо настолько у меня как сказать трудный случай что уточняет на меня не трудный случай просто эта штука для меня слабовата вот она конечно помогает если ты хочешь допустим у тебя не выпадают волосы ты просто хочешь чтобы у тебя пошли новые волосы то есть это вот витаминка для головы для волос чтобы пошел прирост новых молодых волосиков вот для меня это слабоватая штука поэтому я дам подружки я думаю она найдет применение вот и другая подружка это которая отдает мне косметику ненужную или просроченную вот у нее она дала мне вот такой вот скраб для головы для кожи головы знаете я попробовала пару раз и поняла что это вообще не мое в смысле не то чтобы мне скрабы вообще не подходит а просто вот конкретно этот я вообще не поняла что он делает он ничего не делает сколько бы я него не выдавила в общем для меня он оказался бесполезным ничьи ничьи никакого эффекта я от него не увидела не заметила два раза использовала отдам подружки другой вот так что минус две вещи и еще я сегодня хочу с вами распаковать посылочку мне пришла с алиэкспрессо она мне пришла уже давно где-то наверное в середине июня вот но снимаю я только сейчас потому что я ее забрала накануне отъезда по влогам вы наверно заметили что мы ездили в саратов там с нами приключилось приключение вот которая наверное наверное будет отдельное видео об этом я так думаю я сейчас собираю информацию как бы все в кучу чтобы было о чем поговорить с вами и здесь у меня 7 посылочек так что давайте их открывать ножницы жара у нас еще дикая стоит так значит сразу я не сняла распаковку потому что буквально на следующий день мы уезжали вот это посылочка ждала меня практически месяц так это у нас небольшое разочарование но ничего страшного как бы я использую я думала просто что они будут более более белые что ли в общем такая вот стразовая лента с не фокусируется в общем стразовая лента с полу жемчужными такими бусинками вот или с жемчужными бусинками короче маленькие жемчужные бусинки но я думала что они такого цвета перламутрового я думала что они будут более белые вот и надо будет посмотреть я тут не помню может быть я еще другой размер заказывал эти прям очень маленькие я думаю они будут покрупнее то что написано 2 миллиметра а это как бы наверное полтора миллиметра это я очень ждала китайский стеклярус цвета такой бронзовый и нежно-нежно это такое розовое золото что ли наполненность разная хотя у одного продавца то есть один пакет пакеты одинаковые один пакет битком набит а второй наполовину вот не знаю граммов ну уж что пришло да как говорится я потом еще посмотрю по личному кабинету что я заказывала в каком объеме следующее у нас тут очень мало это вообще другой продавец был здесь красивый такой нежно-розовый с серебром и сами сам стеклярус он граненый и закручен по спирали в общем красивый такой ну не знаю будет вам видно нет он чуть не фокусируется когда если повернуть камеру тогда да нормально так дальше это я просто до кучи заказала металлические под бронзу точнее даже под такое античное золото металлические бусины и здесь ассорти серебро золото античная бронза и состаренная что ли бронза короче четыре цвета вот пригодятся так следующее я я распаковываю с вами вместе так следующее 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 кричит заведующая так тут что-то такое а это штампики мои пришли да я как-то тоже с алиэкспресс заказывала штамп и там вот эта ручка она вкручивается отдельно я ее брала вместе со штампом и здесь я заказала отдельно два штампа буковки е и м ну как там же английский алфавит продают вот и русских нету поэтому я хотела п но п нету поэтому м и в принципе я подумала почему бы нет почему бы да в общем вот такие вот буковки может быть просто я всю жизнь да как бы использую псевдоним вот свой сокращенная фамилия и как-то я уже к нему привыкла но часто он может быть он просто не запатентованный да этот бренд поэтому я думаю может быть как-то поменяю а может и нет вот такие бусинки матовые заказала они кстати по диаметру как металлические прям один в один может быть чуть чуть поменьше а может быть прямо один в один здесь ассорти мне кстати нравится что здесь много разных цветов обычно когда заказываешь ассорти там приходит вообще не ассорти вообще не ассорти то есть приходит какой-то один цвет и немножко накида на других цветов а здесь именно разнообразие прям очень много оттенков разных вот так что мне нравится наборчик тут и фиолетовенький и желтый и черный даже есть классный набор так это что у меня последняя посылочка и я вот думаю придется мне наверное еще раз заказывать делать заказ у китайцев потому что то что я ожидала но не пришло да все в общем здесь у меня круглые стразы тоже ассорти 10 штук на 2 5 3 5 12 12 штук по 6 штук вот и здесь меня интересовал вообще 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 интересовал меня белый но его нету вот переверну их все на одну сторону а то так неудобно рассматривать там как вы понимаете ассорти я совершенно разнообразная но цвета которые вам приедут это рандомный выбор продавца и у меня получается васильковый одна штука два бирюзовых один темно-синий один нежно розовый один персиковый розовый два бензиновых переливающихся два перламутровых переливающихся один прозрачный такой цвета шампань и один прозрачный цвет такой нежно-нежно зелененький я как бы ожидала вообще других цветов у вас кстати совсем по другому передается ну вот видно вот я как почитал совсем других цветов поэтому ну я по моему заказывала на пробу поэтому если если они мне понравится хотя я вижу что один вот брак тут есть царапина на нем на перламутровом один ой второй тоже второй с царапиной а нет второй нормальный один с царапиной вот ну в общем я так помню что я заказывала на пробу поэтому наверное придется ну либо у другого продавца перезаказать либо заказать в большем количестве может быть больше придет разнообразных вот а вот по поводу жемчужных я думала что они будут более белые более белые прям белые вот и побольше диаметром то есть здесь явно не два миллиметра это наверное миллиметра полтора вот вот а мне нужно побольше наверное придется заказать два миллиметра и может быть посмотрю у другого продавца либо в другой оправе может быть белый он просто так выглядит сероватым может быть из-за пакета нет он действительно выглядит такой полупрозрачным полупрозрачный такой с какой-то серенькой ну так красивый но я думала что он будет более белый вот так что в общем посмотрим и по-моему здесь здесь должно быть два ярда по-моему вот если кому надо ссылочки я оставлю в инфобоксе вот посмотрю может быть у нас что-то похожее будет но я имею ввиду в россии просто с алиэкспресса гораздо дешевле да приходится подождать но там намного намного дешевле вот так что у нас такая болтушка получилось на 16 с лишним минут вот надеюсь вам было интересно смотреть распаковку ссылочки будут в описании все если что-то еще и сюда добавлю к этому влогу то не прощаюсь вот увидимся вот что делать друзья когда у вас кошка или даже две не успела я купить себе чайник как алиса его разбила трещины откололся край трещина по всему чайнику а ведь он стоял в шкафу я вам сейчас покажу вот здесь шкафу на на этом самом он стоял вот она кувшин не смогла сдвинуть зато сдвинула чайник который упал на пол и кокнулся потому что она с легкостью открывает дверки лапы снизу поддевает так же как мыши но мыши слава богу ничего не бьет конечно блин 300 рублей небольшая сумма но я еще даже не успела им воспользоваться и в общем опять у меня ситечка есть а чайника нету придется опять в светофор ехать вот иногда думаю что лучше дети или кошки потому что ведут себя как дети открывают ящики открывают шкафы все оттуда выбрасывают у мамы такая проблема с шкафом с вещами то есть алиса ну мыши еще как бы куда не шло алиса открывает оттуда выбрасывает вещи потому что они ей мешают там лежать у меня некоторые шкафы закрываются на вот эти вот как они штуки то называются от детей а некоторые на магнитах но магниты видать слабые надо переделывать потому что я уже 4 магнита приделала алиса все равно открывает и лазит и и спит на мисках потом миски все волосатые и вот как ее не отучишь это вам не собака который можно сказать лежать будет лежать это вообще в общем одно расстройство и вот что делать либо мучиться вот с этими закрываниями либо вещи тогда не хранить в таком виде алиса последнее время меня нервирует просто ужасно но но Продолжение следует...